Гигабайты служебной информации российских авиалиний оказались в распоряжении украинской разведки. Итоги неутешительны. Естественно, для российских пассажиров. В России стабильно происходит две авиационных катастрофы в месяц. Количество инцидентов, оно колеблется где-то так между 140 и 120. Это общее количество инцидентов. Из них примерно третья часть – это серьезные авиационные инциденты. Самым эпичным происшествием этого года аналитики называют посадку самолета Airbus уральских авиалиний в пшеничном поле. Сначала при посадке у него отказали гидросистемы, что не позволило садиться на короткую взлетно-посадочную полосу. А потом не хватило топлива, чтобы долететь до запасного аэродрома. В результате всех этих технических отказов один большой самолет, дорогостоящий Airbus A320, вынуждены были садить аварийно. Летчики авиакомпании уральские авиалинии садить прямо в поле. То есть этот самолет для дальнейшей эксплуатации потерян. Его просто оттуда не смогут вытащить. Но руководство уральских авиалиний не сдается. Уже поступило предложение подождать морозов и попробовать перетащить Airbus по заснеженному замерзшему полю. Но эта аварийная посадка лишь капля в море. К примеру, только в январе этого года и только в гражданской авиации было зарегистрировано 185 происшествий. Лидером по поломкам стал российский суперджет. Более трех десятков инцидентов. Это единственный самолет, который был создан после развала СССР, уже в России. Этот самолет имеет огромное количество иностранных комплектующих, которые доходят до 80%. Ну, скажем, например, двигатель, основная часть двигателя французского производства, которую сейчас не поставляют в России. В связи с этим этот самолет имеет наибольшее количество проблем. Если же говорить о местных авиалиниях, там используются другие борта, но проблем с ними не меньше. Ан-2, которые там в основном используются, ремонтировались польскими запчастями, которые в условиях санкций, естественно, никто не поставляет. В результате крылатая фраза из фильма Леонида Бойкова «Все нормально, падаю» рискует стать новым девизом гражданских пилотов РФ. Каждых два месяца в России разбивается один Ан-2. Либо в результате катастрофы, либо там в результате аварий без человеческих жертв. Ну вот, с самолетами Л-410 вообще критическая ситуация настолько, что их полностью собираются снимать с эксплуатации ряд авиакомпаний. Сотни бортов российского аэрофлота уже требуют планового обслуживания. Однако чинить нечем, негде и некому. Основные источники проблем российской авиации – это отсутствие запасных частей, отсутствие квалифицированного обслуживания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok